Музыка 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 атакуя 2001 года Мотра может выстреливать из брюшка жалами. Обладает она жалом в фильме «Годзилла. Король монстр» 2019 года. Наиболее выдающиеся сверхспособности имеются у Мотры в Хейсее, где и уделено больше всего внимания. В фильмах этого периода Мотра может стрелять тепловыми лучами из глаз или из усиков, плавать, летать в космическом пространстве и даже путешествовать во времени. В кинотрилогии «Возрождение Мотры» с 1996 по 1998 года появляются настолько непохожие друг на друга варианты Мотры, что о них лучше будет поговорить отдельно. Мотра погибает в нескольких фильмах, причем иногда она жертвует собой, защищая гусениц или других монстров. «Годзилла» в некоторых фильмах является главным врагом Мотры, но перед угрозой со стороны другого более сильного существа они становятся союзниками. В финальных войнах 2004 года и «Короле монстров» 2019 года Мотра единственное существо помимо Годзиллы, которое не подчиняется внеземному контролю. Среди прочих, Кайзью основными врагами Мотра являются Кингидора и Гайган. Размеры гусеницы. Длина 180 метров в 1961 году, 53 метра в 1964 году, 40 метров в 1968 году, 120 метров в 1992 году, 30 метров в 2001 и 43 метра в 2003 году. Вес 15 тысяч тонн в 61-м и 92-м годах, 10 тысяч тонн в 64-м и 2001 годах, 8 тысяч тонн в 68-м году и 9 тысяч тонн в 2003 году. Размеры взрослого особи или имага также очень сильно варьировались, поэтому я буду называть только минимальное и максимальное значение. В длину минимально Мотра достигала от 24 метров в 2001 году до 80 метров в 61-м году. В размахе крыльев минимально 50 метров в 96-м году и максимально 250 метров в 1961 году. Вес минимальный 6 тысяч тонн в 96-м году и максимальный 25 тысяч тонн в 2004 году. Фильмография Мотры также очень велика, в периоде Сёо она снялась в 6 фильмах, в периоде Хейсэ ей посвящено 5 фильмов, в периоде Миллениум она появилась в 4 фильмах и также у нее два перезапуска, это Годзилла Пожирающий Планету 2019 год и Годзилла Король Монстров также 2019 год. Если вам нравится этот кайдзю поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании, в будущем я и дальше продолжу выкладывать видео про различных кайдзю из вселенной Годзиллы.